В эфире сыскное дело в студии Павел Баймаков. Здравствуйте! В ближайшие 10 минут я и мои коллеги расскажем о чрезвычайных происшествиях и подведем криминальные итоги недели. В Самаре задержан уроженец Узбекистана. По версии следствия он изнасиловал и ограбил двух 11-летних девочек. Арестовать его удалось в рекордно короткие сроки, ближайшие два месяца. Пока будет идти следствие, он проведет под стражей. Хроника событий в репортаже нашего корреспондента. Повторите приметы. План перехват в Самаре объявляют около трех часов дня. Ориентировку на гражданина Узбекистана рассылают всем патрульным нарядом. Дорожные инспекторы и оперативники уголовного розыска реагируют молниеносно. Спустя три часа насильник уже в отделении полиции. Мужчина, имя которого не разглашают, признается. Был пьян, выпил две бутылки водки. Об изнасиловании якобы и не помышлял. Хотел просто рожиться золотом. Увидел дверь открытую, взял просто золото есть, да, да, есть. Там девчонки были молодые. Забрал золото и ушел сразу. И сразу через 20 минут в этот, как его, сдал в амбард. Уроженец Ташкента в Самару приехал на заработки. Семью, говорит, кормить надо у самого жена и новорожденный сын. Но молодого отца, у которого уже есть одна судимость за вымогательство, не смутил юный возраст его жертв. Как предполагают силовики, насильник долго крался за двумя подружками, которые шли домой. Может, даже выслеживал с самой школы. Затем вошел за ними в квартиру, после чего обеих изнасиловал. Покидая дом, мужчина прихватил золотые украшения. Выручку из ломбарда потратить не успел. Установить приметы преступника и задержать его оперативникам удалось в считанные часы. Сотрудниками органов внутренних дел удалось в течение трех часов привести комплекс мероприятий. Это по приметам в ближайшем магазине установить, что этот человек заходил туда за пивом. Потом установить, что он сел в такси. Впоследствии этого такси установить, в какое такси он сел. И в последующем по системе единой дислокации сотрудникам ГИБДД удалось его задержать. Сейчас все документы по делу переданы в Следственный комитет. С пострадавшими девочками работают медики и психологи. Активисты общественного движения «Ночной патруль» продолжают помогать госавтоинспекторам следить за безопасностью на дорогах. Очередного нетрезвого водителя с помощью общественников полицейские задержали в Сызрани. Автомобиль, водитель которого вел себя подозрительно, заметили на улице железнодорожная. Информацию о легковушке передали дежурному экипажу ДПС. Уже через несколько минут машину удалось остановить. Недолго думая, водитель вновь нажал на газ. Погоня продолжалась несколько минут. На очередном вираже нарушитель не справился с управлением. Легковушка оказалась на рельсах и чуть было не перевернулась. Вскоре водителя задержали. От прохождения медосвидетельствования он отказался. Также, по данным инспекторов ДПС, водительских прав у молодого человека не было. Большой ассортимент не значит хорошее качество. Полицейские совместно с активистами общественного движения «Народный контроль» проверили один из алкогольных магазинов Новокуйбышевска. Проверка показала документы, подтверждающие качество некоторых видов горячительного у предпринимателя нет. Возможно, теперь ему грозит крупный штраф. За данное правонарушение в отношении виновного лица возбуждено дело об административном правонарушении, находящееся в незаконном обороте алкогольной продукции общим объемом 35 литров на сумму 45 тысяч рублей, изъято из оборота до принятия судом решения о возможности ее конфискации. В офисе Самарского отделения Союза художников России побывали оперативники отдела по борьбе с экономическими преступлениями. С проверкой полицейские нагрянули рано утром за несколько часов до отчетно-выборного собрания. Силовики изъяли некоторые документы и пока воздерживаются от официальных комментариев. Подчеркивая лишь то, что это был не обыск, а только осмотр предполагаемого места преступления. Как нам пояснили представители Союза художников России, причиной такого пристального внимания к ним силовиков могло послужить заявление одного из членов общественной организации. Якобы у нее имеются большие долги за услуги ЖКХ, а субсидии, полученные за последние пять лет, использовались в личных целях. Представители Союза художников России себя виновными не считают. Все распределялось в соответствии с законом. Больше того, там нельзя никого обмануть, потому что субсидии, за них надо отчитаться. А отчитаться они носят целевой характер. И никуда нельзя ни в сторону, ни вправо, ни влево. То есть, я еще раз говорю, это социальная зависть бесталантных людей в отношении тех, кто что-то хочет сделать и занимается творчеством. Я считаю, что это прямой заказ. Заказ недобросовестных оппонентов, конкурентов. Сидеть в тюрьме не значит сидеть без дела. Есть все шансы выйти на свободу не только с чистой совестью, но и с новой профессией и даже с высшим образованием. Тем более, времени на это достаточно, если речь идет об исправительной колонии строгого режима. О тружениках неволе в нашем сюжете. Шестая мужская колония строгого режима. Здесь содержится почти тысяча осужденных. Судьба и сроки у всех разные. Несмотря на ошибки прошлого, коротать время многие предпочитают с пользой для себя и общества. В этом цехе бригада делает пластиковые окна. Заказы поступают отовсюду. Сейчас 42 окна готовятся к отправке в Тольяттинскую колонию. Работа на производстве здесь считается самой престижной и хорошо оплачивается. А в этом цехе производят изделия из железобетона. Блоки, кольца и перемычки. Они уже используются при строительстве новых микрорайонов Самары. Помимо того, в шестой колонии делают мыло, порошок, изделия из дерева и многое другое. На производстве заняты более 350 человек. Остальные отвечают за коммунальный быт на зоне. В колонии есть и собственная хлебопекарня. Производство не останавливают ни на минуту. Осужденные работают в три смены по 8 часов каждая. За сутки здесь производят почти 700 килограммов хлеба. Этого хватает, чтобы прокормить почти тысячу осужденных колоний и пациентов 19-й туберкулезной больницы. Качество хлеба, кстати, ничем не хуже, чем в магазине. На казенный стол пока никто не жаловался, говорят пекари. Это ремесло за три года от ситки освоил Владислав Дергачев. Готовить старается с душой. Оттого, говорит, хлеб такой вкусный и полезный. Чисто без каких добавлений, добавок, улучшителей. Правильно? Собственное производство, по словам руководства колонии, приносит неплохие доходы, а трудовая занятость дисциплинирует осужденных. Производство, оно приносит прибыль. Это модернизация производства, это покупка новых станков, это ремонт старых станков. Произвели ремонт у нас станков, которые по деревообработке идут. Идут сейчас заказы, мебельные заказы. Это кромочные станки отремонтировали. И станки по распиловке ламината. Это все идет от прибыли. Мы получаем, мы ее опять вкладываем. Помимо этого, при колонии работают образовательные учреждения. Средне-средне-специальные и высшее образование на сегодня получают 270 осужденных. По их словам, это поможет им выйти на свободу другими людьми. На этом у нас все. Вы смотрели сыскное дело. Будьте внимательны к себе и окружающим. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok